В конце июля этот бахчевой развал уже фигурировал в репортаже телеканала Видное ТВ. Тогда члены общественной палаты выявили многочисленные нарушения, начиная с правил торговли, заканчивая качеством арбузов. Экспресс-тестером проверили их на наличие нитратов, которые в разы превышали допустимую норму. Собственник точки обещал исправить ситуацию. И вот спустя две недели вместе с представителями отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципалитета, общественники вернулись на центральный рынок города Видное. Нам в администрацию как раз после этого видео неоднократно поступали обращения от потребителей по поводу того, действительно ли это так. Мы проконсультировались с профильными врачами, с ветеринарами по этому поводу. Нам было сказано, что вот эти любительские аппараты, так скажем, которым происходил замер в тот раз, они как минимум недостоверны. На этот раз тестировать арбузы на количество нитратов решили по всем правилам. В государственной ветеринарно-санитарной лаборатории. Благо она располагается прямо на рынке. Случайно выбрали бахчевые и попросили специалистов сделать анализ. Бахча, она обязательно проходит анализ у нас органолептический. Но бахча обязательно проверяется на нитраты. Любая вся партия подвергается анализу. По мнению специалистов, достоверно проверить наличие нитратов в бахче можно только в лаборатории. На лицензированном оборудовании, которое каждый год проходит по верку, исследовать стоит только мякоть. Допустимое количество нитратов в арбузах 60 единиц. При лабораторном исследовании показало 16. То есть, конечно, эти арбузы сегодня уже можно есть. А вот давайте теперь снова возьмем этот народный нитратотестер. И тем самым способом, как это обычно делают любители проверять на нитраты арбуза, воткнем его в шкурку. Не в мякоть, заметьте, а в шкурку. Сделать это немного проблематично. 104. Ну, понятно, что этот народный нитратотестер показывает ложные результаты. И заметьте, это очень важный аспект. Не шкурка, не косточки, а именно по мякоти надо проверять. Любой рынок по законодательству обязан предоставлять помещение для организации санитарно-ветеринарной лаборатории и заключить договор с ветеринарной службой, чтобы сотрудники, которые находятся непосредственно на рынке, государственные служащие, осуществляли ежедневный контроль мяса, молочной продукции, овощи, фрукты и, в частности, бухчевых. Каждая партия, которая бухчевая приходит, проверяется обязательно у лаборантов. Результатом общественники остались довольны. Говорят, теперь сезон бухчевых точно открыт. Единственное, что я рекомендую, и, наверное, я не пойду проверять придорожные развалы, потому что не вижу в этом никакой необходимости. На организованных рынках покупать арбузы можно. Ешьте на здоровье и на сладости. Что касается внешнего вида развала и соблюдения правил торговли, то и в этом здесь положительная динамика. Теперь точка оборудована онлайн-кассой и уголком потребителя. Вот уже два года администрация Ленинского округа пытается привести все санкционированные места торговли к единому стилю в оформлении и содержании. Я думаю, что к следующему году мы уделим максимум внимания, то есть это будет нормативный провод, который, грубо говоря, определит габариты, материалы, порядок установки и всего остального. У нас сейчас есть уже порядок установки НТО, в том числе и сезонно утвержденным решением Совета депутатов, который описывает, так скажем, все основные аспекты, все основные моменты, все основные требования. Параллельно администрации округа ведется активная борьба со стихийными развалами и незаконной продажей бахчевых. Юлия Пагайсян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ.